Трасса 101 Приветствую в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает Почти В начале 23 года в нашей стране оживился вторичный рынок легковушек По данным агентства Автостат, в январе наши соотечественники купили авто с пробегом на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года Лидирующие позиции заняли модели Lada, Toyota, Hyundai, Kia и Nissan Самым востребованным оказался Ford Focus Второе место поделили Hyundai Solaris и Вазовская 14 Третья строчка досталась Kia Rio Трасса 101 Компания Havail снизила цены на большинство своих продающихся в России моделей Самая доступная из них, кроссовер Jolion, подешевела на 100 тысяч рублей Теперь за машину просят минимум 1 миллион 699 тысяч Стоимость кроссоверов F7 и F7X отныне начинается с отметки 2 миллиона 99 тысяч минус 50 тысяч рублей Существеннее всего 200 тысяч рублей скинули в цене Darga и Darga X с 2023 года выпуска Их стартовый ценник сейчас соответственно 2 миллиона 699 тысяч и 2 миллиона 969 тысяч рублей Стала известна стоимость китайского внедорожника Tank 300, продажи которого в нашей стране стартует весной Как и ожидалось, ценник будет немаленький От 3 миллионов 700 тысяч рублей до 4 с лишним миллионов Машина приводится в движение двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 220 лошадей Трансмиссия 8-ступенчатый автомат В базовой комплектации присутствуют такие опции, как цифровая приборка, адаптивный круиз-контроль, светодиодные фары, подогрев всех сидений, блокировка дифференциала Трасса 101 Женатые мужчины, оказывается, ведут себя за рулем аккуратнее, чем неженатые А вот у представительниц прекрасного полусемейное положение особенно на манеру вождения не влияет Это выяснили в одной из известных российских страховых компаний Однако у незамужних дам есть одна неприятная черта Они в полтора раза чаще разбивают автомобиль так, что ремонтировать его нецелесообразно У мужчин-холостяков этот риск выше лишь на 17% Жители набережных Челнов осудили за то, что он вывел из строя комплекс фиксации нарушений ПДД Мужчина двигался на своем автомобиле и заметил на обочине так называемую треногу Тут гражданина, как говорится, переклинило, он достал из машины топор и нанес им сокрушительный удар по прибору Кроме того, челнинец угрожал находившемуся рядом оператору комплекса Собственник камеры ценил ущерб в 700 с лишним тысяч рублей Суд назначил нарушителю наказания в виде трех с половиной лет лишения свободы условно На этом все Подписывайтесь на наш телеграм-канал Трасса 101 До свидания Трасса 101